Всем привет! Сегодня мы будем говорить про беременность и роды у кошки и будем принимать роды. Беременность длится примерно 2 месяца, в среднем 64 дня. Зависит от количества котят и от породы, длинношерстная кошка или короткошерстная. Задержка минимальная, это нормально, но опасно, если роды начались, например, на неделю раньше. Тогда большая вероятность того, что котята умрут. Очень важно обеспечить кошке надлежащий уход во время беременности. Такое, как правильное питание, не давать ей лекарств, ограничиться от скалолазания, так как она уже не может с такой ловкостью карабкаться на шкаф или на какие-то высокие полки, как раньше, может упасть и это причинит вред котятам. А также важно ограничить от других животных и не выпускать по возможности на улицу. И естественно, нужно заранее подготовить гнездышко для родов. Очень удобно подходит коробка. Важно выбрать правильный размер, чтобы она была не очень маленькая, и кошка могла как-то двигаться в ней во время родов. Но и она не должна быть очень большой, так как упираться в стенки будет проблематично. На дно коробки мы застилаем одноразовую пеленку или простынь. Надо сказать, что мы опростоволосились с пледом, и у нее цеплялись когтики. Перед началом родов кошка будет показывать вам о том, что уже процесс начался. Она будет ходить за вами, мяукать, показывать, что что-то происходит, и помоги мне. Тогда вам срочно нужно подготавливать все необходимое, чтобы вовремя оказать нужную помощь. Первое, это нужно, наверное, всем обязательно записать телефон ветеринара ближайшего, который в какой-то нестандартной ситуации очень быстро сможет вам помочь, так как времени потом уже на это никак не будет. Нам, например, очень помогла заводчица. Во время родов кошка может метаться по коробке, Поэтому мы подготовили бутылку с теплой водой и тряпочку, в которую будем ее заворачивать, так как у нас нет грелки. И будем уже родившихся котят перекладывать на нашу воображаемую грелку, чтобы она не нанесла им повреждения. И они не замерзли, так как у них нет еще терморегуляции. Также у нас есть антисептик для дезинфекции рук и ножниц. Они нам нужны для обрезания поповины у котят. Если кошка этого не сделала в течение первых 15 минут после рождения, мы это должны сделать сами и помочь ей. Обрезаем на расстоянии двух пальцев от его животика и протираем зеленкой вместо среза. Для этого нам нужны палочки и ватные диски. Важно еще иметь под рукой тряпочку, так как котенок рождается в околоплодной оболочке. Если кошка ее не снимает, нам обязательно нужно срочно ее снять, так как в ней он не сможет дышать. Также важно знать, что молоко у кошки может появиться не сразу, а, например, через сутки. Поэтому в холодильнике у вас должно быть обязательно детское молоко, которым вы будете кормить котят до появления молозива у кошки. Перейдем непосредственно к родам. Как вы видите, у кошки уже выходит слизистая пробка и учащаются схватки. Первый котенок сложный, так как идет лапками и хвостиком вперед, а не головкой, как это обычно принято. Кошка волнуется, так как у нее это первые роды, она не совсем знает, что делать. Важно следить за количеством выходящих плацент, так как оставшаяся в родовых путях плацента может привести к опасной для жизни инфекции. Определить, родила ли кошка всех котят, можно поглаживая ее животик по часовой стрелке. Если при поглаживании у нее начинаются схватки, значит еще есть котята в животике. Мы не даем кошке есть все плаценты, поэтому держим и даем ей перекрызть пуповину. Когда у кошки начинаются схватки для родов следующего котенка, как видите, мы переместили котят поближе к бутылке, чтобы они грелись. Рождение этого котенка было сложным, так как кошка начинала метаться по коробке, выпрыгивать из нее, поэтому мы ее придерживали, а также придерживали котенка, который вышел, но плацента еще осталась в кошке, в родовых путях, и их связывала пуповина. Мы разорвали околоплодную оболочку осторожненько, начиная с головки, стянули ее немножко, и тряпочкой убрали слизь из носика котенка, и гладили вдоль позвоночника двумя пальцами, чтобы он начал дышать. Как между рождением котят были перерывы, мы подносили их кошке с нашей грелки. У этих сисечков еще нету, его есть только в тех. Совсем маленький. Были первые роды у кошки, длились они 4,5 часа, и у нас 5 здоровых котят. КОНЕЦ КОНЕЦ